Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я хочу вам показать наш посёлок. Мы проедем по улице Советской. Вы увидите мой родной посёлок. Здесь я живу. Многие друзья просят показать. Многие земляки не могут приехать. Сейчас я вам покажу наш посёлок. Сделал небольшую экскурсию. Оставайтесь со мной. Вот, друзья мои, выезжаем мы в наш посёлок. Улица Советская. Смотрите, как мы живём. Живём, как все. Что-то строится. Дорогу новую заасфальтировали. Советскую. Новый асфальт, точнее, положили. 31 октября снег выпал. Ну вот, уже начинает таять немного. Был олёд. Едем осторожно. Осмотрите. Мои земляки, мои зрители. Вспоминайте свой родной посёлок. У нас центральная улица. Как я говорил, ремонт дороги сделали. Поставили. Значит, тут такие лежащие полицейские. Так, раз, два. И поехали снова. Ну а вот собачка. Как же без них. Рукается. Сейчас мы подъедем к нашему храму. Покажу я вам его. Нашу церковь православную. Много осталось. Вот, подъезжаем. Сейчас остановлюсь и сниму её. Покажу вам её. Вот такой наш храм. Наша церковь. Называется она Неупалимая Купина. Такое название носит она. Наша церковь. Здесь, значит, Раньше была Чёртая школа. Видите, что здания сохранились. Показал я вам Нашу божественную красоту. Продолжим нашу поездку. Наша поездка продолжается. Я думаю, вы смотрите. Всё-таки интересно, как живут уральские посёлки. Но все земляки-то, конечно, наверное, сейчас... Всем землякам привет! От Владимира для вас! Да. Многие уехали. Раньше в посёлке было 17 тысяч населения. Сейчас осталось около 4 тысяч. Молодёжь уезжает. Остаются одни пенсионеры. Молодёжь в города едет. Работает там. Посёлок пенсионеров. Что же, Родина везде так, по-моему. Все стремятся в городах. Вся жизнь сейчас сосредоточилась в городах. Но, тем не менее, жить здесь комфортно. Комфортно. Родина. Цены на продукты приемлемые. В общем-то, на порядок ниже, чем в городе. И, конечно, чистый воздух. Природа. Очень много сейчас туристов едут к нам. Очень много. Сейчас вот свернём, покажу вам пятую школу. Вставайтесь со мной. Такая наша школа. Школа номер пять. В посёлке сейчас две школы. Номер пять и номер два. Здесь недавно ремонт сделали. В общем-то, это практически новая школа. Всё заменили в ней. Наши дети рады учиться в такой школе. и мы тоже за них. Давайте проедем немного до клуба. До нашей центральной площади. Посмотрите на неё. Покажу вам нашу лошадь. Вот наша высотка стоит. Самое высокое здание у нас в посёлке. лошадь. Видите? Вот жёлтая трёхэтажка. Так что у нас тоже свои небоскрёбы есть. Вот справа новая аптека. почта. Ну друзья мои наша площадь. Памятник павшим в великой честной войне. Вот сейчас покажу вам клуб Ленина бывший. Он значит в аварийном состоянии не функционирует. Здание обвешало. Ну будет строиться новый клуб рядом. Здесь у нас решение принято. Клуб будет у нас в посёлке Новый. Вот такой физкультурный центр нам в посёлке построили в этом году. Очень приятно. Новенький. Построили очень быстро. Вот наша мечеть. Здание. Ну идём дальше. такое здание это наша сельская администрация. И вот рядом с ним такое старинное здание красивое. Это наша музыкальная школа. А вот это наша гостиница. Гора судовая. Так она называется. А вот это наша сельская поликлиника. и рядом вот такой парк. Недавно сделали тут же место бывшего листопрокатного цеха. Здесь стояли цеха. Ну вот память осталась. Сейчас мы подъедем поближе. я вам покажу этот маховик. 120 тонный. Сейчас подъедем. Вот посмотрите друзья мои как хорошо сделали парк память нашей истории Терляна нашего поселка. Отлично сделали я тут давно не был видел как строили такой монолит да это значит кавалер орден ленина прокатчики такой 120 тонный маховик вращал прокатные клетки здесь значит был прокатный цех делали лист у меня есть одно видео где я подробнее рассказываю про это но можете посмотреть повторяться я не буду видео иначе длинные получится ну вот так вот выглядит ну что друзья мои посмотрели мы нашу достопримечательность с этого места сейчас начинать экскурсии в наши горы хочу вам показать что у нас терлянский пруд проедем сейчас покажу там первый ледок посмотрим вот такой наш пруд лед встал но видно еще тонкий обычно по первому льду сам в детственных коньках катался и сейчас ребятишки катаются но не видят никого опасно еще вот солнышко зашло за тучи не видно этой красоты но вот видно вам наверное вот эти вот отражения я сделал фото сейчас в конце покажу получится они или нет красиво отражается лучи ну спасибо друзья мои что были со мною показал я вам наш поселок родину нашу приятно что что-то строится так мы и живем ну всем пока всем мира и добра с вами был Владимир пока пока не 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 что это не Продолжение следует...